Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По таким названиям он поступил на вооружение русской армии в качестве личного оружия офицеров и младших чинов, которым по штату такое оружие было предназначено. Этот револьвер больше известен как «Наган». Оружие получило свое название по фамилии создателей – братьев Эмилия и Леона Наган. Имя стало нарицательным и порой по незнанию Наганом называют любой револьвер. С 1898 года их производство было налажено на Тульском оружейном заводе. И револьверы для царской армии производились в двух модификациях. Одна с самовзводом для офицерского состава, для нижних чинов, только однинарного действия механизма. То есть перед каждым выстрелом необходимо было вручную взвести курок, произвести выстрел. Взвести курок, произвести выстрел. Офицерские револьверы имели самовзвод, поэтому стрельба велась путем просто нажатия на спусковой крючок. Но при этом следует иметь в виду, что стрельба с боевого взвода, то есть когда курок предварительно взведен, это стрельба при коротком и легком достаточно до полутора килограмм где-то спуске, что благотворно отражается на результатах стрельбы, на точности боя. Стрельба с самовзводом – это длинный, тугой, с усилием до 6,5 килограмм спуск, что ускоряло, конечно, стрельбу, но результаты ее могли быть заметно хуже. Калибр – 7,62 миллиметра. Масса снаряженного револьвера – 835 граммов. Емкость барабана – 7 патронов. Начальная скорость пули – 290 метров в секунду. Дальность прицельной стрельбы – 50 метров. Одной из характерных особенностей этого револьвера был применяемый для него патрон. Конструкция этого патрона отличалась тем, что пуля была полностью утоплена в гильзу. Находилась внутри нее. Для чего это было сделано? При стрельбе барабан револьвера непосредственно перед выстрелом перемещался вперед вдоль своей оси. При этом дульца гильзы входила в уширение канала ствола, и таким образом ствол и барабан револьвера намертво блокировались. У всех остальных револьверов, которые не обладают этой конструктивной особенностью, в процессе выстрела существует зазор между передним торцем барабана и пеньком ствола. Здесь этот зазор надежно перекрывался. Во-первых, этим обеспечивалась надежная операция, то есть не было никакого прорыва газов в этот зазор. И во-вторых, вот этот жесткий блок неподвижный ствола и барабана, он обеспечивал хороший, точный бой этого револьвера. Револьвер системы Нагана, как и его ровесники, пулемет Максим и лентовка Мосина, достались в наследство еще от царской власти. Но тем не менее, это оружие активно применялось Красной Армией в годы Великой Отечественной. С Наганом воевали и командиры регулярной армии, и партизанские отряды. Старые и молодые отцы и сыновья берутся за оружие, чтобы в тылу врага бить, бить и бить фашистскую гадину. Чтобы оттуда, с той стороны фронта, помогать нашей героически действующей Красной Армии быстрее очистить куски родной советской земли от коричневой фашистской нечисти. Как бы ни был хорош, привычен, надежен револьвер образца 1795 года, назрела необходимость заменить его на более современные самозарядные пистолеты. Тем более, что в армиях наиболее развитых стран наших вероятных противников такие пистолеты на вооружении уже имелись. В мире еще в начале 20 века убедились в преимуществах пистолетов перед револьверами. Иностранные конструкторы создали уже несколько удачных образцов пистолетов, которые были приняты на вооружение и даже успели наделать немало бед. Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, подтолкнувшее Европу к началу Первой мировой войны, было совершено из пистолета Браунинг. Первый отечественный самозарядный пистолет на вооружении Красной Армии появился только в 1931 году. Им стал ТТ, Тульский Токарево. Калибр 7,62 мм. Масса снаряженного пистолета 930 граммов. Емкость магазина 8 патронов. Начальная скорость пули 420 метров в секунду. Дальность прицельной стрельбы 50 метров. ТТ создавался под специально разработанный пистолетный патрон 7,62 на 25 мм. За его основу взяли довольно мощный патрон Маузер калибра 7,63 мм. Советская разработка несколько отличалась от немецкого прообраза. Немного изменили форму пули. В целях унификации использовали капсюль от револьверного патрона. Калибр, опять же, с целью унификации уменьшили до принятого в России 7,62 мм. Это было сделано в первую очередь, исходя из необходимости стандартизации инструментов для производства и проверки стволов. Ведь в СССР уже давно выпускались и наган, и трехлинейка, и пулемет Максим, все того же калибра 7,62. Кроме того, предусматривалась возможность использования бракованных линтовочных стволов в производстве пистолетов. И револьверы системы «Нагана» и пистолеты ТТ до войны выпускали на Тульском оружейном заводе. «Наган» по-прежнему оставался на вооружении, хотя преимущества ТТ для руководства Красной Армии были очевидны. ТТ был прост в производстве и эксплуатации, достаточно надежен и удобен. Одним из недостатков пистолета до войны считали то, что из него нельзя отстреливаться из танка. Дульная часть ствола не пролезала через смотровую щель. Осознание абсурдности этой претензии пришло только во время реальных боев. Зачем отстреливаться из пистолета, находясь в танке? Но у ТТ были и вполне реальные недостатки. Безопасность обращения с ним обеспечивалась постановкой курка на предохранительный взвод. Если этого не сделать, и курок будет находиться в переднем положении, то пистолет становится крайне опасным. Достаточно малейшее воздействие на курок, и при наличии патрона-патронники может произойти самопроизвольный выстрел. Ну и, наконец, очень неприятное качество – это потеря магазина. То есть защелка магазина, она не очень надежно держала магазин в рукоятке. И вот эта вот потеря магазина, или самопроизвольные его выскакивания из рукоятки – это было достаточно распространенное явление. Но, в общем и целом, пистолет получился достаточно неплохим. К началу войны было выпущено около 160 тысяч пистолетов ТТ, а уже в 1941-м их выпуск составил почти 120 тысяч штук. Это одна из самых известных фотографий Великой Отечественной войны. Фото сделано в 1942 году и имеет свою историю. Фронтовой корреспондент Макс Альперт успел сделать пару снимков командира СТТ в руке, поднявшего солдат в атаку. И тут же осколок снаряда разбил камеру. Через несколько мгновений был убит и герой этого снимка. Корреспондент посчитал, что кадры испорчены, и не записал имя человека, которого он сфотографил. Позже, проявляя уцелевшую пленку, Альперт увидел, что кадр получился превосходным. В том бою он слышал, как по рядам пронеслось – комбата убили. Альперт решил, что на снимке именно командир батальона. Только после того, как фотография под названием «Комбат» получила мировую известность, была установлена личность героя – младший политрук Алексей Гордеевич Еременко. Неизвестно, так же хорошо владел личным оружием политрук Еременко, как и нарком Ворошилов. Но и тот, и другой доказали, что пистолет и револьвер в определенный момент играют роль куда большую, чем просто оружие самообороны. Ворошилов подтвердил и еще выше поднял свой авторитет командира, личным примером призвав стрелять точнее – стрелять по-ворошиловски. А политрук Еременко с пистолетом в руке поднял солдат в атаку на врага. Он сделал шаг к смерти, но вел своих бойцов к победе.